Михаил Гаврилин, студент четвертого курса. Изучает в УЗИ прикладную информатику. Молодой человек пришел на семинар, чтобы подтянуть знания по работе с программным обеспечением. Я хотел бы подчеркнуть знания отсюда в области пользования Microsoft PowerPoint. Я уверен полностью, потому что я узнаю что-то новое для себя. По словам сотрудников университета, студенты посещают специализированные тренинги и семинары регулярно. Некоторые из них планируют связать свою жизнь с бизнесом. Я думаю, что студенты получат интересный опыт. Они уже готовят и диктофоны для того, чтобы записать какие-то интересные моменты. И самое главное, их, конечно, интересует вот эта интерактивная форма обучения. Мы очень рады такой форме работы и взаимодействия. Авторитетные лекторы рассказали участникам не только об онлайн-сервисах, с помощью которых можно грамотно презентовать себя и свой бизнес. Они также поделились секретами успешной работы с клиентами и целевой аудиторией. Секрет здесь просто один – не перенасыщать слайды. И очень сильно зависит от того, какая аудитория. Если вы презентуете свой продукт, свой бизнес, нужно четко понимать, что люди хотят услышать суть. Организатором бизнес-семинаров, которые проходят практически ежедневно, выступает Департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации городского округа Самара. Это стало возможно благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы, которую инициировал президент России Владимир Путин. Приходите к нам на семинары. Семинаров еще у нас, если я не ошибаюсь, восемь. Они все проходят на бесплатной основе. Зарегистрироваться можно либо на сайте правотерос.ру, либо позвонив по телефону 340-51 и сказать, на какой семинар вы бы хотели посетить. На следующих семинарах предпринимателям расскажут о маркетинге, мерах поддержки, финансовой и личной грамотности, работе в социальных сетях, социальном предпринимательстве и о пяти шагах для открытия собственного бизнеса. После этого все желающие смогут получить бесплатную консультацию. Анатолий Головков, Василий Колдашов. События.